Я приветствую зрителей своего ТВ. Это программа Актуальное интервью. Меня зовут Анна Поляруш. Сегодня гость. У нас в программе необычный и очень-очень интересный. Главные герои программы это здание. Здание, о котором уже больше ста лет. Это дом культуры Шерстяник в городе Невиномысске. Старейшее здание культуры здесь в городе Химиков. И говорите, от лица здания с нами будет художественный руководитель Дома культуры Ольга Николаевна Опрященко. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здание с такой огроменной историей. С лишним это сколько? В 1895 году это здание было построено помещиком Иваном Лапиным, который построил шерстомойную фабрику. Здесь рядом расположено уютно маленькое здание, но с большой историей. Это было хозяйское помещение, где он жил. Очень скромный домик. Да, но рядом совершенно он построил огромное здание, где была канцелярия, бухгалтерия, правление шерстомойной фабрики, которым успешно руководил помещик Иван Лапин. То есть шерсть здесь не мыли, здесь только административная часть была? Шли годы, шло время. И в 1917 году это здание приобрело совершенно новый статус. Как учреждение культуры города Невиномыска. Это старейшее здание с богатой историей. Сто лет. 16 июня мы будем праздновать 100-летний юбилей. Мы приглашаем всех друзей на 100-летний юбилей. Здание Дома культуры Шерстения как первого старейшего учреждения культуры города Невиномыска. Здесь еще какие-то функции выполняло, помимо завода и Дома культуры. Здесь практически библиотека была. Здесь когда-то, многие знают из истории этого здания, что здесь когда-то была изба-читальня. Здесь отсюда вышли первые музыканты города Невиномыска. Здесь играл первый духовой оркестр. Здесь в эпоху советские времена крутили кино. Многие поколения бегали сюда на танцы, потому что здесь были первые вокальные инструментальные ансамбли. А в советские времена шерстяной комбинат, шерстяной комбинат в то время имени Ленина, это было достойное предприятие с развитой инфраструктурой, с развитой промышленностью. И здесь была замечательная художественная самодеятельность у нашего города. Лучшие коллективы художественной самодеятельности тоже развивались, творили и были на этой сцене. Здесь, наверное, на улице какие-то мероприятия происходили. Скверик такой уютный. Знаете, скверик этот расположен гораздо позже. Вот рядом напротив здания у нас есть летопись истории шерстяного комбината, потому что здание, почему и называется Дом культуры «Шерстяник», всегда принадлежал шерстяному комбинату. Напротив здания расположена летопись, мемориальная такая доска. Здесь барельеф самого помещика Ивана Васильевича Лапина. И здесь, конечно, отражена вся история шерстомойной фабрики шерстяного комбината. Здесь построен мемориал, обелиск памяти работникам шерстяного комбината, которые ушли на фронт и не вернулись. Здесь проходят митинги, здесь проходят торжественные мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне и знаменательным и памятным датам. При Доме культуры «Шерстяник» есть еще одно структурное подразделение – парк культуры и отдыха «Шерстяник», которому тоже в этом году, в октябре месяце, исполняется 60 лет. И вообще в нашем микрорайоне все, что связано с зданиями, с историческими крупными мероприятиями, это все связано с шерстомойной фабрикой, которую когда-то основал, построил, развил, дал жизнь на многие уже годы, столетия помещик Иван Лапин. А дом купца Лапина, самого сейчас там что-то есть? Может, живет кто-то? К сожалению, кроме духа, который, наверное, витает и остался, нет, там никто сейчас, к сожалению, не живет. Но когда-то лично я свой трудовой путь начинала именно вот в том маленьком здании. Там располагался дом пионеров шерстяного комбината. Там очень кипела бурная жизнь молодости будущего нашего города. Там было 17 коллективов художественной самодеятельности. В этом маленьком здании? В этом маленьком здании там были и танцевальные коллективы, и музыкальные кружки там были. Там была детская богатейшая библиотека. Шли годы. Перестройка внесла свою историю. Поэтому, конечно, сейчас там ничего уже нет. К сожалению, ничего нет. А восстановить никто не обещал? Я на этот вопрос ответить не могу. Я так понимаю, библиотека, судя по надписьмам, сейчас уже перебралась сюда. Это филиал. Это филиал городской библиотеки у нас расположен. Издавна здесь когда-то начиналось. С первых дней работы этого здания здесь была первая изба читальня. И вы знаете, даже хранятся книги, уникальные экземпляры с личным штампом помещика Лапина. И на сегодняшний день в этом здании расположен филиал. Филиал городской центральной библиотеки. Читателей много. У нас рядом школа. Здесь и с предприятия люди приходят, пользуются услугами библиотеки. Так что это все есть. Но, к сожалению, внешний вид, я бы сказала так. Каким ты был? Дом культуры Шерстяник таким и остался. Мы уверены, что у нас будут друзья. У нас будут непременно друзья, руководители, спонсоры, меценаты, которые помогут внешний облик привести в достойный вид. Все, пойдемте внутренний облик. Ну, пойдемте. Это вот самый ваш зрительный зал. Да. Это действительно наш зрительный зал, где проходят все мероприятия в Доме культуры Шерстяник. Он действительно красив, он действительно хорош. Восемь лет назад главой города Невиномыска Виктором Ивановичем Лидовским был сделан ремонт. Были затрачены очень большие денежные средства, чтобы полностью все сделать капитальный ремонт. Заменили все. Заменили пол, заменили кресла. И самая большая была цель сохранить все в первозданном облике. Это колонны, это лепнина, это подлюстры, все эти архитектурные сооружения, которые были выполнены сто лет назад. Это, конечно, сцена наша, это одежда сцены. Все полностью здесь совершенно новое. Ну, здесь сейчас дети, так понимают, школьные лагеря, мультики смотрят. А что здесь еще происходит в этом зале? В этом зале все праздники, все концерты, все мероприятия. И мы проводим эти мероприятия совместно с ТОСом номер 9, с ТОСом номер 10. Это наши территориальные советы, самоуправления. Мы проводим со всеми детскими лагерями, мы проводим с предприятиями, которые расположены в нашем микрорайоне. Ко всем знаменательным, да, там, памятным здесь проходят абсолютно все мероприятия. И праздники, и встречи, и отчетные концерты. Я хочу сказать, что Дом культуры «Шерстяник» буквально три года назад создали фестиваль краевой вокального искусства «Фабрика талантов». Это открытый краевой фестиваль вокального искусства. Сюда приезжают даже гости со всего края. Здесь проходят и такого масштаба мероприятия. В этом зале мы готовы принимать еженедельно, ежедневно зрителей от самых маленьких. А ваши коллективы еще расскажете? Мы будем жить этим не будем. Да, да, сейчас проходит здесь мероприятие. Да, пожалуйста. Я так понимаю, фойе здания, да, тоже очень красивое помещение. Когда здесь был ремонт? Здесь также, как и в зрительном зале, восемь лет назад тоже был произведен ремонт, капитальный ремонт. Все здесь тоже старались, цель была одна – сохранить первозданность. Подбирался цвет, сохранить первозданность этого здания. Вот двери, они именно те, которые были, столетние двери, да. Подбиралась цветовая гамма, сохранялась лепниновая лепка, которую вы видите, колонны. То есть все старались сохранить, как было при помещике Иване Лапине. Я хочу сказать, это помещение у нас единственное, где мы можем проводить массовые мероприятия. Это танцевальные, игровые, развлекательные программы, как для детей, так и для взрослых. К сожалению... Вы просить, балы-то проводите? Балы проводим. Сейчас помещик вам радовался. Да, я думаю, что он был бы удоволен. Я хочу сказать следующее. К сожалению, это здание не предусмотрено, нет рабочих классов, нет рабочих помещений. И вот в этом зале, в этом фойе проходят репетиции народного танцевального ансамбля «Современник», руководителя Алены Ивановны Мошниковой. Это замечательный коллектив, мы им гордимся. Он украшает не только наши концертные программы, но и городские мероприятия в нашем городе. Я хочу сказать, что именно здесь уже в течение трех лет работает филиал Академии здорового образа жизни Василия Скакуна. И совсем уже чуть-чуть осталось до самого праздника, столетия Дома культуры. Это будет одна из площадок, да, самого праздника? Да, да. Что здесь будет происходить? Я хочу, ну, может быть, немножечко приоткрыть занавес, приоткрыть занавес этого великолепного торжества, к которому мы очень готовимся, к которому мы очень ждем. Мы постараемся здесь подарить нашим зрителям всю историю, которую мы по крупицам собрали за столетний период. Нам, конечно, помогают абсолютно все. И наш писатель Владимир Иванович Кожевников, нам помогает и библиотека, и музей. Мы сейчас готовим большие тумбы, афиши, на которых будут расположены рекламы за все столетие, которые мы сможем собрать, чтобы их, да, в типографии воспроизвести и немножечко прикоснуться к истории, чтобы показать нашим зрителям, как это было когда-то, сто лет назад. Мы, конечно, стараемся здесь сделать, установить в уголочке тантаморезку купца и купчихи, где зрители могут прийти, вставить свои лица и прикоснуться тоже к истории. Мы будем здесь демонстрировать, демонстрировать видеофильм и постараемся показать всю историю культуры, учреждения культуры в разные времена, в разные эпохи. Мы непременно выставим, конечно, сюда нашего домовенка, талисман, шерстенок. И до начала мероприятия здесь под разные звуки эпохи, столетней эпохи, будут проходить танцы. Восемь танцевальных пар будут встречать всех наших гостей и приглашать танцы. Мазурка, бал. Бал, да, мы начнем именно с бала. И, конечно, потом мы переместимся в зрительный зал, где начнем весь наш праздник, ну, конечно, с истории, с разговора, с разговора, закулисного разговора, где между собой поведут диалог сцена, дом культуры, кресло, зал и кулисы. То есть дом культуры «Шерстяник» все-таки заговорит с нами. Заговорит, заговорит. Он поделится той историей, что же здесь было и чем мы живем сегодня. Распахнет генеральный занавес и нашу праздничную программу начнет народный джаз-оркестр, любимые мелодии в ритмах риорита. Мы ждем гостей и с Министерства культуры, и с правительства. Мы надеемся встретить и наших депутатов. Мы в первую очередь, конечно, очень рады будем увидеть у нас здесь в гостях главу города Нью-Нью-Ньюска, Михаила Анатольевича Мининкова, культуру всю города. Мы приглашаем всех гостей на наш 100-летний юбилей. Все, мы обязательно постараемся приехать на наш 100-летний юбилей. И вас, конечно же, и вас мы приглашаем. Приезжайте, будем очень рады. С наступающим со 100-летием, замечательный Дом культуры. И спасибо вам, что сегодня нашли время поговорить с нами об этом юбилее. Спасибо, спасибо вам большое. Мы вас приглашаем, мы вас ждем. Это была программа «Актуальное интервью». Меня зовут Анна Поляруша. До встречи на своем. Актуальное интервью.